МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. По вопросам, задам уже традиционный для всех гостей, в момент приемной кампании, как дела в приемной комиссии, есть ли ажиотаж, есть ли толпа вокруг стенда Института математики и механики? Дела идут, идут хорошо. Заявление подаем, обрабатываем. Замечательно. Давайте поговорим о Институте математики и механики в целом, что он из себя представляет. У нас институт состоит в три отделения, фактически это три направления деятельности образовательных. Это направления отделения математики, отделения механики и отделения педагогического образования. У нас 11 кафедр, 10 кафедр выпускных, одна кафедра, она общеуниверситетская. Ведем у нас полный цикл образования, то есть бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, то есть все ступени мы реализуем. Все у нас есть. Вот основные направления у нас идут, это математика и математика и компьютерные науки. По отделению механика, это механика и матмоделирование, прикладная механика. И по педагогическому отделению, это, ну, соответственно, педагогическое отделение, подготовка учителей математики и информатики. Тоже там есть как магистратура, так и заводчинное, так и очное обучение. Ярослав Гришин, что добавить? Вот со стороны студента, что такое мехмат? Ну, это, во-первых, самый дружный коллектив, самые добрые люди тебя всегда окружают, квалифицированные преподаватели. Я даже не знаю, что еще можно добавить. Что ж, поехали по списку вопросов. Вопросов, первый из них звучит так. Изменилась ли стоимость обучения в этом году? Ну, нет, там, может быть, на уровне инфляции, но, в принципе, стоимость такая же осталась. А сколько было? Насколько сильная разница с прошлым годом? Ну, что-то порядка там 140 у нас тысяч. Там в зависимости от специальностей, где-то чуть подороже, где-то чуть подешевле. Вот порядок цены такой, около 150, можно сказать. Большой ли в этом году конкурс? Ну, поскольку у нас в этом году прием по новым правилам проходит, пока вот трудно, как бы, его оценить. Значит, если брать общее количество заявлений, то большой. Ну, вот как пойдет по факту, пока тяжело поддается анализу. Где можно ознакомиться с программой магистратуры? На сайте приемной комиссии, там в разделе поступающему, магистратура, и там есть программы поступающих. А где это программа? Значит, у нас магистратура – это математика. То есть мы ведем набор по направлению. Дальше уже студенты поступившие, они выбирают ту магистскую программу, на которую они собираются идти. Это у нас математика, направление математика и компьютерные науки. Механика и матмоделирование и педагогическое образование. Дальше идем. Следующий вопрос. Какие направления магистратуры есть на кафедре педагогики? На кафедре педагогики… Ну, это не кафедра педагогики, да, это, можно сказать, отделение. Для педагогического образования у нас есть одно направление – это математика в цифровом обществе. Это направление, значит, для углубленного изучения математических дисциплин, для того, чтобы… Ну, нужно сказать, что мы приглашаем и рады абитуриентам, выпускникам бакалавриата не только нашего института, но и других институтов, бывает часто ситуация, когда человек оканчивает бакалавриат по одному направлению, и в этом направлении он уже видит себя, но магистратуру хочет поступить по немножко другому направлению, то есть получить, в общем-то, еще вторую специальность. И такие у нас поступают к нам такие студенты, такие абитуриенты, и у нас специально предусмотрены выравнивающие дисциплины, курсы, чтобы, значит, выпускники отделения педагогического, которые уже знают особенности преподавания в школе, они не выделялись бы сильно, да, то есть есть специальные предметы для выравнивания. Вот, а вообще, значит, после окончания нашей магистратуры можно тоже преподавать в школах, и плюс мы даем углубленные знания, которые необходимы для проектной деятельности в школах, которая сейчас, значит, очень важна, ну и плюс мы даем разные инновационные технологии, которые, для которых на быкловряде, к сожалению, места времени не хватило, то вот дополнительные знания для того, чтобы быть современным учителем математики, ну, вот мы даем в рамках магистратуры. Поговорим про вашу кафедру, расскажите поподробнее, что она из себя представляет, и какие есть подразделения в ней. Значит, наша кафедра, кафедра высшей математики и математического моделирования в основном преподает у студентов педагогического направления. Мы работаем и с бакалавриатом, и с магистратурой. Ну, мы именно специализируемся на предметах высшей математики, как следует из нашего названия кафедры, и есть, значит, ряд дисциплин, связанных с математическим компьютерным моделированием, и в последние несколько лет мы активно начинаем, значит, освоение и преподавание так называемых цифровых сквозных технологий. То есть это те технологии, которые в перспективе, перспективно применяются во всех областях экономики, в том числе и в образовании, с которыми необходимо, значит, считаться, которые должны знать наши выпускники. Ну, могу привести примеры. Это искусственный интеллект, интеллектуальная обработка данных, это образовательная робототехника, это мобильные приложения, это, значит, 3D-моделирование печать. Ну, вот это только ряд, я сказал, различных технологий, которые находят применение, ну, то есть мы говорим сейчас все-таки о педагогах будущих, соответственно, это не просто какие-то знания, которые для галочки они проходят, изучают, а это то, что они должны по своему профильному направлению применять. То есть, скажем, если мы говорим про 3D-моделирование печать, то мы, может быть, не так углублены, как студенты профильных институтов изучают эти технологии, но зато на выходе наши учителя математики и информатики способны работать с новым оборудованием и способны готовить методические пособия, применяемые в образовательном процессе с использованием этих новых технологий. Вот, занятия интересные, пользуются популярностью, значит, наши студенты активно преподают уже в школах, то есть еще будучи студентами, то есть сейчас есть большая нехватка учителей математики, ну, информатики в том числе, и вот выстраивается ряд директоров и завучей, ну, в том числе вот в наш институт за будущими, ну, за учителями математики. И есть возможность у студентов работать и на 4-м, и на 5-м курсе. Да, значит, я хочу заметить, что бакалавры педагогического направления учатся не 4 года, а 5 лет. Это связано с тем, что они по двойному направлению идут, учитель математики и информатики. Вот, и студенты старших курсов, 4-го и 5-го курса, уже активно работают в школах, иногда даже слишком активно, то есть из-за того, что есть проблемы с ставками, с вакансиями в школах, берут не просто там на долю ставки, а на ставку, и даже иногда больше, чем ставку. Это мы не очень одобряем и поощряем. Все-таки это не должно сильно влиять и мешать образовательному процессу, но при этом студенты уже имеют возможность познакомиться с своей деятельностью профессиональной, уже поработать и уже применять, в общем, те знания, которые мы им даем, и, соответственно, выходя на дипломную работу, они могут и апробировать свои научные исследования уже прямо вот в школах. Да, еще какие-то вопросы? Может быть, уточните? Вопрос есть, но есть еще, знаете, такой вопрос, отвлечемся от тех, что написали, высшая математика. Есть у нас такое словосочетание, но не встречается высшая физика, высшая химия, высший русский язык, высшая информатика. Вот почему она высшая математика? Вот для гуманитариев, поясните, пожалуйста. Потому что не только абитуриенты мехматы смотрят. Спасибо, да, хороший вопрос. И такой необычный, я бы даже сказал, да. Все привыкли, а почему? Ну, я тут, мое мнение такое, да, я персонально, что, ну, не секрет, что математика является одним из основных предметов, начиная со школы, и это тоже не случайно. Математика развивает аналитические способности человека. И, наверное, это самая главная задача математики, то есть не научить решать какие-то страшные уравнения или помнить, что такие логарифмические неравенства и так далее. Тут уже бывшая математика, как раз, а я сейчас пока про школьную говорю. Вот, и, соответственно, вот математики так много именно для того, что она является важным инструментом развития личности и формирования, ну, объективной научной картины мира для того, чтобы дать инструментарий, который потом может использоваться в других точных науках. Ну, вот не секрет, что физика, она идет в тесной связке с математикой. Многие разделы математики развивались и даже образовывались после неких запросов со стороны физики, ну, и, наоборот, в физике развитие идет с использованием каких-то специальных сложных математических инструментов. Поэтому вот на уровне школы, возможно, у кого-то вызывают вопросы, почему именно математики так много, но ответ простой, да, то есть вот еще Ломоносов сказал, что математика лишь хотя бы для того нужна, чтобы ум в порядок приводить. Поэтому это действительно очень важная миссия, цель и значение. Так вот, школьная математика все-таки на своем уровне развития, так сказать, сравнивая с современной математикой, но отстает более чем на 100-150 лет. То есть это значит, что современные, ну, то есть то, что дают в школах, по крайней мере, в базовой основной части, оно далеко отстает от современной вот этой кромки, фронтира, то, что где развивается наука. Вот, и, конечно же, есть определенный, ну, такой психологический, может быть, даже скачок, трудности, когда приходит абитуриент и начинает изучать математику в УЗИ. Вот, математика на первых курсах, ее очень много, по крайней мере, в нашем институте, но и на других специальностях, технических и естественных специальностях, там математики тоже не может быть мало, потому что это основной инструмент. Так вот, на первых курсах математики много, и эта математика тоже не сказать, что она очень новая и современная, потому что она уже стала классическим инструментом. Вот, но при этом ее уровень существенно отличается от школьного уровня. И, значит, тут очень много педагогов зависит, и, возможно, у некоторых проблемы с математикой не потому, что это сложно, а потому что, ну, как-то нет такой вот любви, и нет чувства прекрасного, математика, кстати, очень много прекрасного, красивого, это вообще наука о красивом, таком абстрактном красивом. Вот, и, возможно, именно это вызывает проблемы, а высшая математика, она потому и вот высшая, что она отличается от школьной достаточно сильно и требует больших усилий. Вот, ну, опять-таки, высшая математика, она это обобщенное такое название, и вот в непрофильных институтах, она так иногда и называется, вышка, когда там даются и начальные сведения из матанализа, и аудибра, и геометрия, это все в более компактный курс, значит, объединено, но инструменты сами, методы, они уже отличаются от школьных, именно поэтому это высшая математика. Конечно, в институте математики высшая математика, она преподается по, вот, направлениям и намного более углубленно, чем в других институтах. Но это не значит, что это сложно, наоборот, математика, ну, красиво, очень наука, и кто, вот, испытывает некоторую, вот, любовь к числам, к операциям, к некоторым абстрактным действиям, я, конечно, всем рекомендую, потому что это большой шаг в саморазвитии, ну, и плюс, это, конечно же, вот, постижение нашего мира в всех его проявлениях. Я бы так мог, может быть, коллеги дополнят что-то про высшую математику. Ну, мне кажется, можно сказать чуть даже проще. По-моему, я уже, честно, не помню, с седьмого класса идет разделение математики на алгебру и геометрию, но это все так же объединяется одним словом «математика». Слово «высшая математика» предразумевает тоже объединение многих дисциплин, как математический анализ, комплексный анализ, функциональный анализ, линейная алгебра, дифференциальная геометрия, ангем, дифференциальное уравнение, уравнение в частных производах, и это все объединяется одним словом «высшая математика». Вот если проще сказать, то можно, наверное, так объяснить. То есть это просто набор узконаправленных дисциплин в математике, и это все объединяется словом «высшая математика». Да, я только одно хочу добавить, Ярослав правильно сказал, но вот эти дисциплины, они не разрознены, они между собой очень связаны и сцеплены. Поэтому невозможно математику изучать очень узко в отрыве, то есть одно направление в отрыве от других. Разные направления, они дополняют друг друга и позволяют, ну, скажем так, лучше освоить еще неизвестное. И да, вот возможно, действительно, то, что вот в других институтах преподается как высшая математика, это некоторые такие основные знания вот по тем разделам, которые сейчас были озвучены, но в таком сжатом виде, вот так она называется высшая. Ярослав Анастасович, ваше мнение? Ну, нет, я соглашусь с коллегами. Продолжим по вопросам, какие правила поступления для выпускников колледжа? Такой сложный вопрос. Значит, для тех, кто ЕГЭ не сдавал, у нас предусмотрены внутренние экзамены. Если это после СПО, там есть экзамен по специальности, по направлениям. У нас там математика и в компьютерных науках, ну, по комп наукам там компьютерная наука или информационная технология называется, и по пед-направлению там можно сдавать педагогику. Ярослав, поговорим с тобой. Вопрос максимально банальный, простой. Каково это быть студентом Института математики и механики? С одной стороны просто, а с другой стороны задумайся. Ну, довольно-таки интересно. Ну, опять же, хочу отметить, что интересный и отзывчивый коллектив у меня, как моих одногруппников, так и коллектив преподавателей. Мне еще повезло, я удачно выбрал направление. То есть я не пошел так, что вот пойду сюда, потому что, ну, название красивое, а потому что я специально сидел, выбирал, и я рад, что я именно сюда поступил, на свое направление. Мне нравится учиться здесь, и я от этого просто удовольствие получаю. То есть это не так, как, например, в школу. Я вот, например, пойду на физику с математикой, а вот историю с английским я пойду на физреат, сижу, прогуляю. Тут не так, тут мне все предметы нравятся. Именно что значит быть студентом? Что тут можно сказать? Ну, это в первую очередь ответственность, потому что ты тут уже предоставлен сам себе. Должна быть некая внутренняя дисциплина, потому что тебя уже мама будить по утрам не будет, сынок, вставай тебе к первой паре. Тут нужно самому, самому себе есть готовить, самому за собой все стирать, убирать. Поэтому довольно интересно, и это учит, помимо того, что должна быть внутренняя дисциплина, так ты еще ее и приобретаешь во время учебы, и просто во время того, когда ты студент. Поэтому это просто довольно интересное время и познавательное. С разных сторон можно себя как узнать, так и реализовать. Александр Алексеевич, как вы сказали, то, что математика приводит ум в порядок, но еще и распорядок дня. Да. Приводит в порядок. Да. Почему выбрал именно направление прикладной механики? Ну, скорее всего, потому что именно тесно это направление связано с механикой. Тут изучается высшая, как уже говорили, математика, но изучается с точки зрения применения ее к механике, что довольно интересно и полезно. То есть не только что-то абстрактное изучать, но ты еще можешь это применить, увидеть, как это применяется. Довольно интересно. И, скорее всего, сейчас ведь технологии все развиваются, многое переходит именно в такую, в цифровую сферу. Поэтому тут не надо думать, что вот прикладная механика, тут вот только работа с железяками и какой-то там редуктор конструировать. Нет, тут еще ведь есть такая часть, как программирование, что-то, какие-то исследования ставить, потому что, например, исследования на какие-то устойчивости конструкции, это все численные расчеты, и все делают в программах, просто вычислительные программы некие пишутся. И это тоже довольно интересное занятие. Как у вас проходят практики? Так, ну первый курс – это научно-вычислительная практика. На ней приобретается опыт работы с разными вычислительными пакетами. Второй курс я уже проходил, тоже проходится научно-вычислительная практика, но есть возможность уже после второго курса пойти на производственную практику. Тут уже нужно заранее договариваться, обговаривать этот вопрос с деканатом или с кафедрой. То есть у меня на курсе в группе был человек, он после второго курса пошел на производственную практику, на завод работать. Там он просто занимался расчетами на прочность конструкции какой-то детали. Если честно, я уже не помню, я помню, он две недели занимался просто расчетом одной детали. Я же занимался более научной такой деятельностью, если можно так сказать. Тоже новые вычислительные пакеты изучались. На третьем курсе уже, я не знаю, у меня она пока не началась. Я вот только четыре дня назад сдал сессию. Поздравляем, что сдал. Спасибо. В дальнейшем планируешь развиваться как-то в этом направлении? Да, планировал. Вообще планировал больше в научную сферу уходить. Мне это нравится, все исследовать. Не на чем-то одном зацикливаться, а иметь возможность на что-то другое переключиться. И это способствует именно как раз-таки научной деятельности, что всегда есть возможность не чем-то одним монотонным заниматься. Что ж, вопросы у нас подошли к концу. Те, которые нам ранее присылали в финалинсе. Пожелания абитуриентам, может, времени до конца приема документов осталось не так уж и много. Ну, можно я порекламирую некоторые направления. Допустим, педагогическое направление, хотел бы обратить на него внимание, потому что это вот такая уникальная вещь. И дело в том, что люди, которые учатся на педнаправлении, они сочетают в себе такую очень, во время учебы, много структурность. То есть они, будучи студентами МИРМАТ, они являются математиками. У них полноценные первые три года там огромное количество математики. Они, поскольку учителя информатики, они обязаны там уметь программировать. То есть они и программисты, без этого никак. Как Александр Ильич сказал, что сейчас учитель, по сути, современный учитель, он без каких-то сквозных технологий, ну, тоже уже в школе это все используется. То есть он должен иметь там и 3D-печать, и 3D-принтеры, и основы искусственного интеллекта, и робототехнику знать. Но и плюс, поскольку он учитель, у него есть обширный, вот он получает базу работы с людьми. То есть это и педагогические практики, это и курсы по психологии, курсы по педагогике, по конфликтологии. И на выходе получается такой универсальный, востребованный человек, который как бы может... он нужен практически везде и всем, потому что везде надо общаться с людьми. Да, плюс же, поскольку это учитель, он готовит, умеет работать там вот и план урока. То есть там часто бывает, когда пускается дипломная работа, мало там рассчитать какую-то деталь, что-то сделать, там какого-то робота сконструировать. Но обязательной частью, допустим, является распланировать план урока, то есть расписать фактически поэтапно, как это делать, как это преподнести другим, и чтобы это было понятно. То есть вот на выходе получаются такие востребованные универсальные люди. Поэтому если кто сдает общество знания, может к этой специальности присмотреться, она вот очень такая... Ну и к тому же, как Александр я сказал, сейчас учителя математики очень сильно нужны. То есть вот это реально люди востребованные, чем айтишники, и за ними охотятся буквально курсы со второго, с третьего. Ну вот так ни за кем так не охотятся. Омская птица врывается в чат. Выходим из двойки, в кустах сидят завучи директора школы, студент Мехмат второго курса и бросается на них, да? Охота своеобразная. Ну у нас, допустим, на пятом курсе проходят госэкзамены, и потом защита выпускной квалификационной работы приглашаются учителя, значит, директора. И у нас действительно так и есть. То есть кроме того, что объявления озвучивают о вакансиях, то прямо вот таких, кто отличился, и тех, кто понравился, прямо вот с ними по-горячему уже сразу пытаются связаться и пригласить их на работу. Пожелания, битурен. Значит, я все тоже про красоту математики хотел бы сказать, да, что математика, вот хочу пожелать тем, кто не боится, с одной стороны, учиться и заниматься своим развитием, потому что в любом случае вот развития без труда не бывает. Вот где-то есть физический труд, где-то интеллектуальный, у нас именно интеллектуальный труд. И, конечно же, учеба, она требует определенных усилий. Вот, но при этом, значит, это приводит некоторую структуру и жизнь самого абитуриента, самого студента, позволяет ему выработать очень полезные качества, которые дальше могут быть востребованы, в принципе, любым работодателем. То есть вот выпускники Мехмата отличаются не только по квалификации в своей области, но еще и способностью, умением учиться всему. Я знаю много таких примеров, когда выпускники Мехмата могут решать задачи в том же самом программировании лучше и качественнее, чем выпускники соответствующих профильных институтов. Я нисколько не хочу преуменьшить значение институтов, я просто хочу подчеркнуть, что человек во время учебы, проделав такой сложный процесс, труд над собой, он вырабатывает такие качества, которые позволяют ему потом работать много где и отличаться выгодно от других выпускников других институтов. Я хочу сказать, что учиться, может быть, не так легко, как возможно в каких-то других направлениях, особенно, может быть, и гуманитарных. Опять не хочу тут какие-то споры холивары разводить, но объективно у нас учиться сложно, но при этом на выходе получается очень высококачественный специалист. Поэтому я всех приглашаю, кто не боится математики, кто ее со школы полюбил, ну или, по крайней мере, у кого получается хорошо. Вот в наш институт, я думаю, что каждый найдет нужное направление, у нас их очень много, и то, что пригодится и для самореализации, ну, будет найдено. Поэтому с удовольствием ждем всех абитуриентов. Ярослав Игоревич? Ну, я могу пожелать сначала еще раз удостовериться, желаете ли вы поступать туда, куда вы надумали, поскольку это выбор для любого абитуриента, неважно, на какую специальность, в какой институт он поступает, довольно сложный, потому что как минимум 4 года обучаться там, где тебе не хочется, это тяжело. Поэтому я всем советую еще раз просто удостовериться, а вы точно хотите поступать туда, куда вы выбрали, потому что тяжело потом вам будет учиться 4 года, если вы неправильно просто выберете направление. Так хочется пожелать им само собой удачи, терпения, сил, потому что первый курс довольно всем тяжело дается, но главное тут не сдаваться, выдержки пожелать и удачи. Что ж, большое спасибо, что нашли время к нам прийти, большое спасибо, что обратились к абитуриентам. Успехов в приемной кампании, надеемся, абитуриенты выберут головой свое направление в будущем. Спасибо, что пришли. Спасибо, всего доброго. Ждем всех. Это был КФУ Live для Института математики и механики имени Николая Ивановича Албачевского. Еще увидимся с вами, друзья, не прощаемся надолго. Счастливо, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин